На прощание, я всех вас люблю. И вернусь на послание евреев 11 главе. Вот какой мамули все-таки все узнает заранее. Но немножко мы обойдем этот вопрос. Я хочу говорить об очень простой теме. И я верю, что в этой маленькой простой проповеди Божий Дух будет действовать в нас. Послание евреев 11 глава 3 стиха. Верую познаем. Прежде чем я дочитаю этот стих. Мы верою принимаем информацию. Библия говорит, что верой мы можем получить информацию. И вера это путь для получения определенной информации. Это информация, у которой закрытый код. И никто не может понять, прочесть, расшифровать его. Только лишь верой. И та информация, о которой я буду сейчас говорить. И те, кто имеют эту информацию. Это те люди, которые живут в вере или веру. Верой познаем, что в веки устроены Словом Божьим. Первая информация. Первая информация. Только лишь верой. Ни какими-то научными исследованиями. Ни достижениями человеческого интеллекта. И мы это познаем только лишь верой. Мы познаем этот факт. И поэтому церковь имеет больше информации о Вселенной, чем мирские ученые. Что в веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Аминь. Вторая информация, которую можно получить только лишь верой. Что все, что видимое. То, к чему мы прикасаемся, то, что мы видим. Оно берет истоки из невидимого. За всяким видимым стоит что-то невидимое. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Это уже интересно. Существует ли какой-то параллельный мир? Аминь. И является ли он для нас реальным или нет? Может быть, мы владеем какой-то мыслью. Но мы не понимаем. Может быть, мы понимаем ее на уровне нашего разума, но нам это не открыто до конца. Библия говорит, что все, что видимо, это является отображением невидимого. Послание к Римля нам в первой главе, в двадцатом стихе написано так. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, и Божество, от создания мира, в двадцатом стихе, и Божество, и Божество, и Божество, и Божество, и Божество. Через рассматривание творений видимых. Аминь. Исценаурия. Исценаурия. Хилюль. Так что то, что непонятное, становится понятным. Да. Асэроматопатия барат. Так что они безответные. Исценаурия. Исценаурия. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество. Можно сказать, под другими словами, что она, видимо, становится в Его творении, в Его создании. То есть Божие Божество Бога, оно, видимо, становится в Ее творении. То есть Его совершенство Его мудрость, Его сила, вот это все, кто Он есть, она становится читаемой в Его творении. Когда мы смотрим на этот видимый мир, потом смотрим на космос, мы видим удивительные вещи, информации, которые многими тысячелетиями назад люди не имели этой информации. Сегодня у нас здесь эта информация о космосе, о галактиках, о том, как они сотворены, и частично об их передвижении. И все это видимое. И Библия говорит, что ты этим самым можешь увидеть гениальность Божию. Потому что все видимое сотворено Господом. И ты можешь в нем увидеть гения, можешь увидеть художника, и человека, у которого... Личность, у которого не ограничены возможности, знания, способности. Аминь. Аминь. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. И Библия говорит, что когда мы смотрим на невидимое, когда мы не смотрим на видимое, а на невидимое, я хочу сказать так, что церковь призвана, чтобы мы смотрели на духовный мир. Чтобы мы познавали духовный мир. Чтобы мы пережили духовный мир. И Библия говорит, что мы должны смотреть на духовный мир. Аминь. И потому что все видимое, оно переходит, и остается невидимое. И мы являемся частью этого невидимого мира. И мы являемся частью этого невидимого мира. Невидимый мир. Он намного больше. И намного больше полон тайн. Если нам нужно долететь до самой ближайшей галактики миллионы лет. Со скоростью света. Даже это не ограничено для нас. А все видимое имеет свое завершение. То есть, если всякое видимое, которое настолько велико, но оно ограничено, представьте себе, насколько велик невидимый мир. Насколько велик этот невидимый мир. Бог хочет, чтобы церковь имела восприятие духовного мира. И Бог хочет, чтобы церковь более чувствовала духовным, и была чувствительной более к духовному миру, чем к физическому, к видимому. Библия говорит, чтобы мы имели духовный разум. Что это означает, духовный разум? Это не размышление или мысли о благе каком-то одобрении. И духовное мышление, это не означает, что любовные шарики, когда у тебя лопаются в голове, и вот такие... Духовный разум. Сулиери, я звоню. Духовное мышление. Это когда с духовного мира ты воспринимаешь физический мир. Когда ты, исходя из духовного мира, смотришь на все, и все называешь своим именем. То, что происходит, видимо, в нашей стране... Мы можем посмотреть на это, исходя из того, что происходит в духовном мире. То, что происходит в наших домах... Мы это должны увидеть в духовном мире. То, что люди видят в видимом... Мы видим ее вторую сторону. Другую сторону. Которая намного реальнее. И это духовная сторона. Все видимое... Оно было создано от невидимого. За всяким видимым... Стоит невидимое. И у нас есть призвание... Чтобы мы смотрели на невидимое. Чтобы мы познавали невидимое. Вот в этой уставшей жизни еще нам это нужно. Видимо, мы исчерпали полностью сейчас. Если бы мы понимали бы... Насколько это важно и значимо. Насколько это жизненно важно. И насколько это реально. И насколько это является частью нашей... И мы частью его... И я скажу вам, что это является ключом... Для многих вещей здесь на земле. Давайте продолжим эту мысль... А потом динамично завершим. Евангелие от Матфея 16 глава. И потом 18 глава, 19 стих. И здесь говорится о влиянии... О духовном влиянии церкви на духовный мир. Петр получает откровение, что Христос является сыном Божьего Бога. И блажен ты, Симон, сын Иоанна. Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой... И я говорю, что ты Петр. И на этой скале я... И врата ада не одолеют ее. И я часто делаю ударение на это, что в одной фразе заключены и церковь, и ад. И церковь всегда стоит против ада. И ад, он духовен. Церковь, видимо, но внутренняя, она также духовна. Иисус сказал, Я построю, я создам мою церковь. И врата ада не одолеют ее. Церковь имеет дело с вратами ада. А ад имеет дело с церковью. И шаг за шагом мы будем вот так идти, вместе с адом, пока Господь не заберет церковь. Я не знаю, насколько церковь чувствует огонь ада. Не то, что мы сгораем от этого пламени, но близость. Библия говорит, что враг очень близко от нас. Но некоторые христиане думают, что его не видно на горизонте. Мы не увидим в Библии того, что враг не рядом с тобой, не близко от тебя. Церковь и ад, они всегда стоят друг против друга. Вот для того, чтобы увидеть это, нужно перейти в духовный мир. Потому что церковь, которая чувствует себя расслаблена, может быть, она говорит о духовных вопросах, но она не видит духовного мира. То, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. То, что вы откроете на земле, будет открыто на небесах. Вы видите близость. Вы понимаете, какая у нас связь с духовным миром. И мы даже не существуем друг без друга. Все, что мы делаем на этой земле, оно воздействовано с духовного мира. Знаешь, почему я говорю? Потому что наши уши должны привыкнуть к этим терминам. Духовный мир. Амин. Библия говорит, то, что мы делаем на этой земле, оказывает ли это влияние на духовный мир? Библия говорит, если мы здесь открываем, открывается на небесах, и если мы здесь связываем, то связывается на небесах. То, о чем согласятся двое на земле, и им дано будет то, что есть на небесах. То, что происходит в видимом, оно имеет прямую связь с невидимым. Если мы хорошо знаем духовный мир, мы можем сделать правильный вывод того, почему это происходит в нашей жизни. Порой у верующих и у церкви есть такие вопросы, почему это происходит или не меняется. И задается вопрос, Бог не говорит с вами или у вас нет ответов? Библия говорит, что верой мы понимаем, познаем. На самом деле, вера это не для того, чтобы решить одноразовую проблему в твоей жизни. Вера это сила, которая переводит тебя из одного измерения в другое. Когда ты переходишь в духовный мир, вот в этом духовном мире ты видишь, начинаешь видеть то, что происходит в физическом мире. Это называется жизнь в духе. Это называется поклонение в духе. послушайте, есть разница между поклонением сердцем и поклонением в духе. Имеют усердие, но неосознанно. Это разговор о святых Ветхого Завета. Служители Ветхого Завета имели усердие, но неосознанное. Дело сделанное от всего сердца не означает дело сделанное не то же самое, что дело сделанное в духе. Ты можешь делать дело от всего сердца, дело, которое ты не понимаешь, но ты делаешь его. Ты можешь петь всем сердцем, ты можешь вложить всю свою энергию, и в этот момент ты не будешь понимать того, что происходит в духовном мире. Вы понимаете, что я хочу сказать? Дух Святой должен помочь нам, чтобы мы не здесь работали, а вот здесь, внутри, в духе. Мы призваны жить в духе. И это возможно. И все благословения которые нам даны во Христе Иисусе мы получаем когда мы находимся в духе. И Библия говорит, поэтому все эти благословения они духовные. Власть, которая дана нам во Христе, эта власть проявляется и действует тогда, когда церковь входит в духе. когда наши духовные уши открыты, духовные глаза и Библия полна учением об этом. Понимаете? Знаешь, есть одно, когда мы духовная церковь, но второе это духовность в практике. Понимаете? мы можем петь, что спасибо Господи, что мы наполнены, но эту песню может петь человек и пустой. Аминь. Может быть, мы поем, что мы свободны, мы поем, что мы уже не рабы, но наша практичная жизнь показывает совсем другое. Поверьте мне, это истина. Просто мы не сравниваемся, то есть мы не подходим к этой истине. Это станет нашей частью тогда, когда мы будем жить в духе. Что является смыслом наполнения Духом Святым? Неужели это только эмоциональные переживания какие-то или это что-то большее? Я думаю, что это намного больше, чем хоть даже часовой какое-то эмоциональное переживание. Мы были духовно мертвы. мы не воспринимали, у нас не было способности воспринимать духовный мир. Иисус Христос искупил нас от этого, Он оживил наш дух. И мы можем уже на определенном уровне соприкоснуться с этим духовным миром. Но тогда что же является исполнением Духом Святым? Я скажу вам это способность видеть и признавать и познавать духовный мир посредством этого. Исполнение Духом Святым означает это путешествовать по духовному миру. Люди исполненные Духом Святым они знают вот эти два мира это божественный и бесовской демонический. Познание духовного мира не означает познание не только царствия Божьего но и также и тьмы царствия тьмы. Потому что мы имеем связь мы как-то связаны с этим писавским миром. Если мы подумаем что этот мир для нас не так уж интересен тогда мы будем поражены. Мне и это м это я скажу вам за всяким недопониманием за всяким правительством или правлением стоит какой-то бесовской мир. знаешь мы не сможем найти ответов если мы говорим только лишь друг с другом. И ответы мы найдем только лишь тогда когда мы ищем этот духовный мир. И враг духовен дьявол духовен и оружие духовный только мы плотские я говорю с духовной церковью это была шутка каждая шутка оружие духовное враг духовен и церковь духовная мы живем на земле но принадлежим другому миру еще более реальному миру за дух духовнич надо духовный мир за дух духовнич у нас одна худенькая сестра в церкви и один брат подошел тебе плот не надо убивать тебе кожу надо убивать аминь аминь конференция в семинаре я не говорю о том что вы не знаете я переживаю присутствие духа святого на этом месте он действует я иду к тому о чем хочу сказать посланник эфесяна вторая глава восьмой стих ибо благодатью вы спасены через веру и семь в которых вы некогда жили по обычаю мира сего по воле князя господствующая в воздухе духа действующего ныне сынах сопротивления умера есть свои правила может быть и по воле князя, господствующего в воздухе. Князь, господствующий в воздухе, я сейчас не об аватаре говорю, это дьявол. Библия говорит, что его влияние было на всех нас, и его влияние осталось на всем мире, что объемлет или что включено в его господство. Это система этого мира. Это все люди, которые живут на этой земле. У него есть влияние на политику. У него есть влияние на Конституцию. Абсолютно во всех странах. И его проявление, оно реально. Его проявление, оно реально так же. Его влияние реально, и мы находились под этим Духом, пока Христос не искупил нас. Единственный институт, который не подчиняется его контролю, это живая духовная церковь. Давайте посмотрим. Между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям. Исполняя желания плоти и помыслов. И мы так же жили между ними. И два оружия влияния Сатаны. Он использует падшую природу человека. И его вот эти влечения, вот эти адские помышления, влечения. И гордость житейская, похоть плоти, похоть очей. И в Библии говорит, не любите мира. И система, в которой мы живем, она принадлежит Сатане, дьяволу. И раньше я не столько понимал, сегодня я понимаю больше. И ту информацию, которую я имел раньше, сейчас я ее познаю. Он оказывает влияние на весь мир. Он предъявляет претензии, и это свои претензии, личные. Иисус сказал, что князь мира сего Сатана. Аминь. И я скажу, что влияние правления Христа, оно идет только на церковь Христа. Конечно же, его высокая власть, она распространяется на весь мир. И придет время, когда все это подчинится только лишь Ему. Но Библия говорит, что пока это время, не пришло. Сейчас я говорю о земле, на которой мы живем. И здесь, на этой земле, церковь имеет власть. Единственный институт, который ненавидит Сатана, это является церковь. И дьявол использует желание людей, помышление, плоти, мышление для того, чтобы влиять. И дьявол не имеет власть или влияния на церковь, если церковь, она пригвоздила свою плоть ко Кресту. И этот дух, он влияет на верующих, но не может повлиять на тех верующих, которые пригодили свои похоти ко Кресту. Понимаете? Если дьявол хочет зацепиться за что-то в нашей жизни, если наша плоть, она распятая, то ему не за что зацепиться. Но если церковь открыта для того, чтобы удовлетворять свои похоти, помышления плотские, тогда дьявол может платиться за что-то. Но я скажу вам, что мы не сражаемся только лишь за мир, но мы сражаемся также и за церковь. И порой мы приобретаем вроде бы мир, или хотим приобрести мир, но мы теряем в этот момент церковь. И духовный мир, он реален. То, что происходит в стране или в мире в целом. И политика для нас является какой-то бессмысленным вопросом, как для дьявола. Потому что, но наши оружия воинственные, они другие, они духовные. Мы должны увидеть, что происходит в духовном мире, и нашу власть применить вот там, в духовном мире. И тогда только лишь возможно, чтобы изменился видимый мир. Вот это означает, это называется сражение верой. Это не сражение, исходя из человеческих сил или возможностей. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Приблизительно. Аллилуйя. Давайте нарисуем эту картину. Те, кто смотрели документальные фильмы о реформациях, я думаю, что это очень важно, чтобы церковь постоянно смотрела это, обновляла в себе это. Как менялись города? И с чем боролась церковь? Допустим, то, что произошло в Колумбии, где было большое влияние наркотиков, кораблями сгружали вот этот или загружали опиум. Коррупция. Но что самое главное? Наркотики. Наркотики это как бы последняя ступень. Все начинается с активизации колдунов. Когда в стране начинают рекламировать экстрасенсов, ты можешь понять, что происходит в духовном мире. Потом легализация следует. Аминь. В первую очередь, в стране начинает воздействовать духовная, как бы вот эта сила, бесовская, это колдуны, эти медиумы всякие, экстрасенсы. Знаешь, может быть, мы смеемся над этими вопросами, нам смешно. Мы смотрим, может быть, на эти шоу, которые рекламируются, которые идут по всем каналам практически. Когда вот эти колдуны и медиумы, они уже входят в сферу, социальную сферу или социальную жизнь людей. В последующие шаги это уже наркотики, это сексуальная распущенность. Казино, коррупция и так далее. И разрушение всех тех институтов, которые Бог насладил для того, чтобы они работали. Имеет ли это влияние на политику? И имеет ли он влияние на законы? Я не говорю, что все, которые в ней, они являются под его властью. Он не все может делать, но он контролирует систему. И я скажу вам, если мы верующие думаем, что приходом замены одной партии другой что-то изменится в стране, это плотское мышление. Когда у нас есть какие-то кумиры в политике? Что произошло в Колумбии, когда верующие туда приехали, и они начали молиться? И первое, кто почувствовал приезд этих верующих, этих молитв, это были колдуны. Дух религии и Дух колдовства, он первый ощущает вот эти изменения. Аминь. Если мы в Амбул дыротся Павле Чао и Дайфес, то Павле, это было очень много. И написано, когда Павел пришел в Эфес, написано, что он со зверями боролся. Неужели, может быть, они вообще перешли уже, их не существует? Или нам тоже придется с ними бороться? Или это какие-то творения прошлого? Знаешь, я сегодня не видел человека или проповедника, который сказал бы, что я боролся со зверями. Не знаю, я просто не слышал такого. Я не знаю, может, Павел первый раз в зоопарк попал. Но мы понимаем, с чем он имел дело. Апостол приезжает в город. И что ты думаешь, там были афиши, Павел приехал? Кто-то почувствовал, что в их город кто-то приехал. Порой мы думаем, что мы сделали такого миру, что он нас гонит? Знаешь, если ты кому-то в глаза прожектор направишь, я уделюсь, если тебе морду не набьют. Знаешь, мы свет. И у нас есть влияние на их нервишки. Понимаете? И мы разрушаем их жизнь этим самым. И мы не даем им покоя. Не продолжу больше. И когда апостол Павел приезжает туда, он начинает молиться. Вначале он встречается с евреями, чтобы засвидетельствовать о Христе. И вдруг весь город собирается против Павла и выходит против него. И в городе живет полмиллиона людей. Приезжает Павел с одним хорошим братом нашим. Что хочет этот город? Они живут для себя, гуляют. Почему Павел и этот брат привлекли их внимание? И собрали служителей Артемиды и два часа орали у офиса Павла. Ты можешь себе это представить просто? Что сейчас вот нас окружат люди вот тысячами людей, если окружат наше здание и будут кричать, что вам не место здесь. я не знаю сейчас, как, но потом скорые приедут и потом может быть и умерших увидим, я не знаю, но понимаете, духовный мир какое давление оказывает. знаешь, этот город идет в ад. Я говорю афефесин. этот город был богатый город. И в этом городе не было проблемы найти работу. политиков и нет политических каких-то выходов каких-то сексуальных и если ты хотел сексуально удовлетвориться, на каждом углу были бордели. И там почти все в этом городе, все, что суло до куло. И каждый из нас может быть мечтал бы, чтобы вот моему сыну дом там надо купить. И этот город не только на этот город не надо смотреть только со взгляда развлечений, то также и образование было на высшем уровне. Понимаете? На первый взгляд как будто все хорошо в этом городе, все, что все есть, но знаете, у этого города есть свой покровитель, свой князь, который принимает вот это поклонение и питается этим самым. Понимаете? И начинается битва. И апостол Павел начинает видеть духовный мир. И его битва, его сражение не плотское. Первое, это у него сражение, битва веры. И апостол Павел смотрит им в глаза, все тысячи людей смотрят ему в глаза и вот пальцы, которые тыкают ему. Но апостол Павел видел, что пришел конец этому городу. Знаешь, многие из нас, может быть, сказали бы, что здесь пробуждения не будет в этом городе. Этот город еще не открыт для Бога. Здесь Христа никто не примет. Давай пойдем в другое место. Но в духовном мире он видит, митингов и он не начинает устраивать митинги, он начинает молиться, он входит в дух, он переходит в духовный мир, и властью, данной им Христом, он разрушает всякие твердыни дьявола и бесовского мира. Всего несколько дней и в городе изменения происходят. Первое, что произошло, освобождается колдун. Это был тот город, куда принесли все колдовские книги и сожгли. Вот что сделал муж Божий. Вот это и называется, он сломал это в духе. Его власть, она действует в духе. Понимаете? И он молитвами сокрушил вот эту власть тьмы. Я говорю о духовном мире. Я хочу сказать вам, контролирует или нет дьявол финансы. Может ли в жизни верующих дьявол ударить по бизнесу? Или ты думаешь, что эта политика ударила по твоему бизнесу? Ты думаешь, или здесь такая система, что она не позволяет тебе раскрыться или убивает твой бизнес? Как ты думаешь, как ты оцениваешь? тогда у тебя в твоей жизни нет изменений, какие выводы ты делаешь с этого? Ты думаешь о том, что тебе нужно сражаться в духе или нет? понимаете, что это намного больше, чем кто-то возложит на тебя руки и помолится. И поэтому апостол Павел молился, чтобы просветить отче сердца церкви, дай им духовное знание, понимание. то, что я сейчас вам скажу, может быть, для вас это будет неприемлемым. Армия колдуны в этом городе намного мобилизованнее, чем церковь, чем верующие. Я не для унижения говорю это, но для того, чтобы каждый из нас занял свое место. Аминь. Когда церковь переходит на удовлетворение собственных нужд, тогда это является удило для дьявола, чтобы он управлял нами. Верующие, которые не имеют времени для молитвы, они не смогут противостать вратам ада. Я хочу сказать вам, что происходит в наших домах. Где наши дети? В университетах хорошо учатся, что происходит в их духе? Кто ответственен за них? как ты думаешь, они могут сражаться с тьмой? когда Библия говорят носите бремена друг друга. Знаешь, здесь не имеется в виду, чтобы у кого-то взять тяжелые сумки. это не означает я помог твоему машину этим сам что-то сделать для тебя. Поймите, в Евангелии все духовно. бремя это означает когда мы молитвенное бремя несем. Когда ты идешь к тяжелобольному. Знаешь, что с ним борется весь ад. Можешь ли ты увидеть эту картину? Знаешь ли ты, что церковь не может видеть этого? сестра, все хорошо. Пуй на дьявола, исповедуй, исповедуй, это, у тебя все пройдет. Знаешь, не имеет значения тональность, как ты это скажешь. Знаешь, я был болен. И как будто весь ад выходит против тебя. ты чувствовал, что, допустим, когда ты говоришь с больным, он уже раздражается, не хватало ад, и еще плюс ты прибавился. Ад плюс ты. Ты ничего плохого не говоришь, хорошие слова, с хорошей тональностью, но он раздражается. потому что у тебя внешнее такое духовное выражение, но на самом деле ты не понимаешь, что происходит. Ты не понимаешь, что дьявол хочет погубить и не знаешь, что происходит с ним. И со сколькими мыслями этот человек борется. Сколько мыслей приходит ему в голову. если бы видел, что как стоит дьявол и он говорит, что ты это все клеветник и все это из-за твоих грехов ты в таком состоянии. Или второй демон стоит и говорит, у тебя веры нет, ты вообще недостой исцеления. Знаешь, есть теологи, бесы. Я вам говорю. которые через слово говорят, что ты не должен больше сражаться, потому что ты этим самым очищаешься. Я скажу тебе, прежде чем ты пойдешь к кому-то, зайди в тайную комнату, перейди в духовный мир. Спроси у Бога, потому что сам Он не может делать этого. Иногда мы говорим людям, исцелитесь, так не происходит. Знаешь, мы должны нести это бремя немощи. Это наше дело, чтобы наша ответственность бороться за его трудности. Знаешь, если на поле битвы кого-то ранят, если ты подойдешь такой здоровенький и скажешь, что ты разлегся, давай, вставай, беги, а то умрешь. Но кто-то поднимает этого раненого на свои плечи. И он начинает бороться за его жизнь, рискуя своей жизнью. И то же самое мы делаем и в духовном мире. Я говорю вам еще раз, мы не понимаем до конца духовный мир. Нам нужно узнать этот мир получше. Понимаете? Знаешь, мы понимаем только лишь те вопросы, которые говорят о нашем благословении. Мы не понимаем, что связывает пробуждение в духовном мире, что удерживает его. я скажу вам, что нам нужно сражаться целенаправленно. Аминь. Аллилуйя. И духовный мир реален. Аминь. Аминь. Духовное оружие, которое Бог дал нам, мы не можем использовать его по плоти. помните, да, этот бес, который говорит, и Павла знаю, и Иисуса знаю, а ты кто? Когда я вижу духовный мир, понимаете, мне даже и говорить не нужно, просто мне нужно присутствие, просто мне нужно стоять рядом. Я не помню, рассказывал вам или нет раньше. Я ехал проповедовать. И когда я сошел с автобуса и продолжил путь, дверь дома открылась, одна женщина вышла и посмотрела на меня и начала плакать. И на этой улице, мы были вдвоем, больше людей не было, и я прошел мимо. Я провел служение и возвращаюсь опять по той пути. По пути я зашел к знакомому и туда приходит кто-то. Зовет хозяина дома и спрашивает меня. И спрашивает эта женщина, кто тот парень, который пришел к тебе в гости? я хочу его увидеть. И она зашла домой. Она сказала, я экстрасенс. против страхов. И она говорит, я мальюз против страхов. И так далее. Адрес лебису канмем конда эпилепсия. И годами назад у меня была эпилепсия. Судататас сирампт. Да шемде гороция эртхел. Чем самзаре улэш даме марта гамо мец хада сули. Там мит хратум мем сахур эпилепсия. И когда в очередной раз у меня произошла эпилепсия, дух явился мне и сказал, если ты будешь служить мне, у тебя больше никогда эпилепсии не будет. И боясь потерять мою семью из-за этой болезни, я согласилась. И эта женщина начала принимать других людей. И вот эта семья, у которой я был, являлась одним из пациентов этой женщины. И она говорит мне, сегодня я мыла посуду, и тот, я служу, говорит мне, вот сейчас ты оставишься, выйдешь на улицу, остановится автобус, молодой парень выйдет, который будет напевать песню. этот парень верующий, он служит живому Богу, и он поклоняется своему Богу, он любит своего Бога, и он с радостью выполняет все то, что Бог говорит делать. Сейчас выйди, обрати на него внимание, и я хочу, чтобы с сегодняшнего дня ты служил мне вот так же, как и он. И в этот момент, когда я вышла, я плакала из-за того, что видела, какой ты счастливый, какой ты радостный, как ты радостно делаешь это, а я несчастный, я знаю, что я иду в ад, я знаю, что я умираю, я знаю, что я от этого не откажусь, так же скажу тебе, но просто я хотела, чтобы ты знал об этом, я хотел сказать тебе это. Вы понимаете, о чем я говорю? Духовный мир намного реальнее, тьма имеет больше информации о нас, чем мы о самих себе. И поэтому много нерешенных проблем у нас, потому что мы где-то в другом месте ищем. И порой церковь она иногда открывает совсем, пытается открыть совсем другие двери. Библия говорит, что мы взираем на невидимое. И духовный мир это наше нормальное состояние. И все христиане абсолютно призваны быть в этом. Однажды Петр обратился к Иисусу. И Иисус также обратился. не такими уж такими добрыми словами отойди от меня сатана. Что видел Иисус? Видел то, чего не видел Петр. Иисус видел за Петром демона, который оказывал влияние на его мышление и позволял говорить ему эти слова. Скажу вам, возможно ли, чтобы христиане точно так же видели? Знаешь, чужой разговор для нас не был бы так рано, если бы мы видели духовный мир. дьявол может проговор человека. Знаешь, если допустим ты знаешь, что дьявол может проговорить через человека, почему тогда у тебя агрессия к этому человеку? дьявол потому, потому что дьявол говорит через него. Потому что мы в плоти принимаем это. Иисус не жил так. Они не живут по плоти. Они духовно видят. Знаешь, у церкви должны быть духовные глаза. порой я вижу, когда говорит просто человек сам. И порой когда проявление духа какого-то происходит у этого человека. И от твоих действий зависит ты поможешь этому человеку или нет. Понимаете? или приобретешь ты этого человека или станешь врагом ему. Или он врагом тебе. Или я буду любить этого человека и буду различать, что из этого сказанного было тьмой, бесовским и что нет. Все, что видимое, оно истоки берет из невидимого. Эксперты могут различать и говорить о всем том, что видимо, но мы церковь, верующие, мы как бы можем видеть духовное невидимое. Этот род изгоняется постом и молитвой. Когда ты посчитал в последний раз, что как раз время пришло для того, чтобы сражаться. Дорогие мои, члены церкви, простые члены церкви, они и тогда как бы не с таким желанием постятся, даже когда объявляют, что время поста. начинаем домашние группы, ничего не получается. хотим что-то поменять и до конца не можем. Наоборот, как будто мы в итоге оказываемся исчерпаны, нет энтузиазма, нет никаких сил, желаний делать, потому что все это плотское. Мы не понимаем, что у всего этого есть противник. Знаешь, если ты на что смотришь несерьезно, дьявол смотрит серьезно. Его цель, чтобы ни одна домашняя группа не действовала и наоборот разрушилась. Понимаете? Знаешь, если лидер домашней группы говорит, давайте будет у нас кофе пить, чай, печеное, чтобы этим самым привлечь, все это ложь и обман. Знаешь, это все нужно выиграть в духовном мире пока. Знаешь, когда ты там изменишь что-то, потом по-другому пьется и кофе. порой этот чай тоже может как бы показаться тортом, когда все там решено. Знаешь, я уже соприкасаюсь со многими верующими, потому что мы умножаемся. консультация и мне приходится консультировать этих людей. И потом я затормозил, потому что вопрос намного сложнее. мои слова немного делают, если даже это хорошая такая правильная мысль, совет. Потому что я вижу, что многие контролируем мы духовным миром. Понимаете? И для этого нужно сражаться. мы говорим, что 70% служения Христа или даже больше это служение вселения. Но из 70% 60% это изгнание бесов. Он больше демонов изгнал, чем физически исцелил. изгоняй и в больших случаях за болезнями стояли бесы, немой, глухой или расслабленный и он изгонял. Я говорю о том, что мы не должны впадать в крайности и что тебе нужно для того, чтобы ты не впадал в эти крайности. Тебе нужно погрузиться в Дух Святой. Поэтому я говорю о том, что мечтой Иисуса является, чтобы церковь как раз-то и погрузилась в Духа Святого, она исполнилась Духом Святым. Без Него мы теряем управление Божие, влияние родительства. У нас остается всего лишь теология и слова, но никакого влияния у нас не остается. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? Поэтому мы больше проблемы решаем вопросы, чем любовью. или молитвой, или кротостью или смирением. Все, что нам принадлежит во Христе Иисусе, оно действует, когда мы в Духе. Аминь. Аминь. Бог хочет, чтобы мы мыслили духовно, видели духовно. И даже во всех мелочах ты должен видеть. Во всех мелочах. В любой ситуации церковь теряет бдительность. Знаете, это не просто что-то такое, что у меня накопилось. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь. Если молитвенная жизнь у тебя упорядочена, тогда ты бодрствуешь. По-другому бодрствовать невозможно. Посмотри на твою молитвенную жизнь. Я со всей серьезностью говорю это. Бодрствуйте. Бодрствуйте. И еще раз говорю, бодрствуйте. Бог мне сказал, чтобы я целый год говорил о победе. Потому что тогда церкви это нужно было. Я столько говорю о победе и столько упавших людей я не видел еще. Во грехе, в моральном плане, в словах даже. эконом в эконом и разных других сферах. Где проблема? Это духовный мир. Это реальная жизнь. Ты должен смотреть на невидимое. Потому что наша брань не против плоти и крови. Аминь. Я помню, когда мы приехали в горе начать служение, где-то восемь молодых. Они бросили себя, покончили самоубийство, бросили с моста. И когда мы молились, Бог сказал нам пойти на то место и помазать маслом. И мы пошли, и все это сделали в духе. Помолились и помазали маслом. И это было последнее. Прошло десять лет, и никто не прыгал с этого моста. И я больше скажу вам, что наш брат пришел к тому мосту, покаялся, и все дьявольские инструменты... Самоубийство происходило где-то ночью, к двум часам вот так. И как раз-то этот брат для покаяния пришел в это время на то же самое место, покаялся, избавился от ненужного. Но вот об этом я сегодня хотел поговорить с вами. Хотел динамично, но не получилось. Поэтому ты должен быть послушен Духу Святому, как он ведет, так и делается. И знаете, я говорил себе, что я не верю вот в это все демонический мир, вот в это проявление. Но когда я читал историю Даниила, когда он постился, он сказал, что ангел сказал, что со мной не противостал царь персидский. Но Библия говорит, что над каждой страной, над каждым городом, даже семьей, даже вот настолько Господство есть своя как бы иерархия, своя система, влияние. И я вот видел сам, что приходил, что есть корпус, там ноги очень обкуренные, сюда все блудники. Если ты в Духе, ты начинаешь понимать, какой Дух стоит за тем или иным районом. Может быть, где-то колдунами, может быть, тебе приходится где-то сражаться с религией. Знаешь, в чем наша проблема? Мы все говорим одно и то же. Вот мы проповедуем, и нас не слушают. Скольким я проповедовал, и никто не покаялся. Или, допустим, даже кается, но в церковь не приходит. И где ответ? Ну, окаменело сердце у людей. Ну, никто не хочет, все работают. Или кто-то сказал, допустим, что, какая церковь у меня, дети голубые. Знаешь, это все плотские причины. Проблема в Духе. Проблема в Духе. Проблема в Духе. Аминь. Понимаете? Мы выходим, делаем евангелизацию. Где больше десяти минут никто не молился. Понимаете? И те, кто должны проповедовать на евангелизации, за десять минут до выхода, начал искать и обозначил два стиха, о которых он должен говорить. Слова правильные. Как бы внешнее действие правильное, а плода ноль. в Духе. Проблема в Духе. Стих, кова он шел на грузинском. Аминь. Аминь. Аллейлуйя. Аллейлуйя. А сэро, чему, дзвирфасэпо. Так что, дорогие мои. Исэм бИс, мэтик, Здесь я не знаю, что я дам. Я не знаю, что я дам. Пусть выиграла мне. Я думаю, что я не знаю, что я дам.